Всем привет, с вами Ульки, и сегодня мы закончим полностью сюжетное приключение этого ивента. Но для начала соберем дирижабля, с дирижабля этих ничтожных людишек. Ладно, короче, суть в чем, ночью сделал призыв, два призыва, и выбил себе когти на нового персонажа. И у меня такая дилемма, мне по сути до, ну короче у меня там почти 300 миль, там еще парочку призывов осталось. Но я думаю в принципе за бесплатный там один-два призыва останется и все. То есть суть в чем, у меня соберутся мили, и я думаю, кого взять. То есть я буду по-любому призывать еще персонажей, и если я точно не выбью себе эту огненную вишню, короче, то скорее всего я думаю ее купить за мили. Но я бы хотел купить Мерил на баре, ну на цветочницу, потому что баре у меня вкачано практически полностью. То есть ей осталась там одна звезда, скажем так ползвезды осталось докачать. Помимо этого у нее там, ну, ладно, скажем так, она прокачана. Также у меня есть тиния, на которую в идеале получить бы, как она там, Шри-Ланка называется, или, ну короче как-то так. То есть блин, я разрываюсь между тем, тем и тем. То есть если я не выбиваю себе вишню, то нужно купить что-то одно из этого всего. По сути вишню можно бы купить, либо это. Я бы все-таки склоняюсь к тому, что лучше купить Мерил для баре, но хрен его знает. Посмотрим на самом деле, до конца ивента еще около недели. Посмотрим, что будет, но вот я вот пока думаю. Опять же, у меня есть тиния, то есть я ее выбил, мне на нее нужен лук. Но даже с учетом того, что у меня есть тиния, если я достану, допустим, эту вишню, их нужно прокачивать. Это полтора, это чуть больше полтора миллиона опыта. То есть это 650 стамины. Пока я это все выкачу, пока то, все пятое-десятое. Так что я все-таки думаю, лучше взять Мерил. И пока я буду прокачивать тинию и все остальное. То есть что-то попадает, что-то нет. Ладно. Сильно отвлекся. Давайте начинать. Миссия новичка. История Стражника. Поехали. Мой сын. Это может быть конец моей карьеры. Мой 127-й телек остался всего 36 месяцев. Надеюсь, сегодня программа не долбанет. М. Эй. Я всегда хотел быть ведущей актрисой. Приближение к мечте должно быть ослепило меня. Мне не стоило вести себя так, как я вела. Я знаю, что это нагло, но ты меня простишь? Нет. Я тебя знаю. Я понимаю, нельзя просто стереть то, что я сделала. Но я постараюсь загладить вину. Вы только посмотрите на этих двоих. Такие сентиментальные. Но позвольте напомнить. Мы намели, без копейки в кармане. Все кончено. Мы обречены. Все было так же плохо, когда ушла Николь. Мы что-нибудь придумаем. Но у нас даже нет денег на сценарий. Как насчет истории, где обезьяны завоюют мир? Я не знаю, вот это вот. Что? Ты пугаешь меня? Возьми себя в руки. Ты что-то придумал. Молодец. Озвучь. Стой. Да, понятно. Что? Что такое? Это? Что это? Что произошло? Что ты придумала, блядь? Как мне туда попасть? Все вижу. Так, больше ничего нет. Прохода больше нету. Хорошо. Давайте поговорим с ними. Побегаем повсюду. А потом уже подойдем к этому чувачку. Потому что мало ли потом... Я узнаю, что будет потом. Я вложил свою душу в этот фон. Угу. Понятно. Мы будем снимать с помощью хромакея. Ну, поехали. План такой. Понимаете? Конечно, конечно. Съемка уже готова. Я буду рассчитывать на тебя. Можешь меня посвятить в детали? Добро пожаловать. Это наша новая студия. Не разочаровывайтесь. Студия немного обвешала. Здесь был рожден дебютный фильм Джейджер Вейла. Малобюджетный фильм «Это мой хлеб с маслом». Так вот, кто снимает трешачки с хромакеем. В любом случае, сделать фильм о вас, о стражниках. Это гениально. Нужно передать это Юджин. Также нужно поблагодарить твоих друзей за помощь. Так волнительно. Вон они сзади меня стоят. Благодари. Поднимаем только деньги. Желательно кристаллы. Надеть костюм? Давай. Что за костюмчик? Ну, фу, блин. Я не для этого выбивал себе тысячу костюмов, чтобы потом вот в этом ходить. Ладно. Это история обо всех вокруг. Я сделаю все возможное. Смотри. Куда? Сюда? Давай. Готовы? У меня хорошее предчувствие. Блин. Вместо готовы там написано «нотовы». Ладно, я понимаю, там какие-то ошибки в переводе или что-то такое, но... Это же явная печатка. То есть, получается, они вообще не проверяют текст, то, что уже перевели. Давайте начинать снимать. Ультрамега суперэпический захватывающий дух блокбастер. История стражника. Камеры. Поехали. Давай. Давай. Ну, Ева опять-то, блядь, тут. Конечно, это не она. Быстрее, ебаши, блядь. Еще быстрее. Ломай их нахуй. Зайбить. Прекрасно. Замечательно. Че ты вонишь, какое прекрасно. Хорошая работа, ребята. Вольно. Это наш долг, как стражников, защищать контрабильское королевство. Продолжать улучшать себя. Сегодня у нас, наконец-то, новобранец, задавшийся вступительные тесты. Выйди из строя и доложай себе, стражник. Давай, Юджин. Вперед. Стремный ты пиздец. Снято. Какое представление. Хорошо. Очень хорошо. Из-за вас, ребята, у меня вырастают крылья. Все отлично. Отличная работа. И... И все? Ахуй знает. Может, что еще будет? Ну, допустим, ты можешь мне отдать желтый кубас, который ты напишешь. Эти сильные удары подчучила. Я не ждал от тебя ничего другого. Что еще будет? Будет прикол. Разный прикол еще будет. Так, все, тут больше ничего нет. Ничего не забыл. Недоврот нет. Стопе. Ничего не делать. Окей, не хочешь мне выдавать никаких кубасов. Приди к следующей площадке. Площадки сцены 2. Взрыв. Что за взрыв? Я не помню никаких взрывов. Снимайте историю с тратниками. И без нас. Я отказываюсь от этого. Бестрию производства. Я уже сказал. Это невозможно. Убирайтесь, пока вас не вышвырнули. Погоди. Ага, значит, можно возвращаться к предыдущим площадкам. Это, кстати, плюс. Потому что не нужно будет закрывать по тысячу раз и перепроходить, если в случае неудачи или пропуска чего-либо. Мы сможем всегда вернуться. Тут заперто, да? Да. Окей, сгоним наверх. Блядь. Серьезно, я хотел просто посмотреть, что там есть. Что на этот раз за костюм? Опять эта хуйня? Окей. Так скажи мне, ты на самом деле... Ты на самом... Че, блядь? Все же выжил. Ты должна быть достаточно сильной, чтобы получить несколько бомб. Переходим к сцене с бомбами. Вы че, блядь, офонарели? Слышь, ребята, вы че творите? Привет, Юджин. Эта сцена может быть немного опасной. Будьте осторожны. Тогда сломаем несколько ног. Какого хуйня? А то ли они меня бомбами решили закидать? Извуки. Я сразу уебался. А, ну, в принципе, не страшно. Не беда. Можно просто так по кругу бегать и не париться. Получил Юджин, блядь. А нахрен я вообще бегаю, в принципе? По мне урон не проходит. Ничего такого. Идеально под конец Юджин на сану. Снято. О, отлично работа. Все. Да заебись, блядь, отличная работа. Побегайте сами под бомбами. Умники херовы. Все, уже все разошлись. Стопэ. Давай сюда куб. Раньше я бы пальцы на пальцы не ударил ради этих бомб. Я дам тебе должное, если сможешь справиться со всеми бомбами. Хочешь попробовать? Блядь, у меня выбора нету. Ну ладно, хотя бы их будет меньше. Там всего три человечка. Бля, нихуя. Вот это прикол. Не можешь даже справиться с такой бомбой. Так ты уважаешь, так ты уважение не заработаешь. Слышишь, лысый? Ну-ка давай заново. Я не был готов просто. Ну теперь я точно готов. Вот так. Бля, 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 тихо. Короче, к бортикам не прижимаемся, потому что будет пиздец. Застрян около них, нахуй. Ненавижу такие миссии, где нужно концентрировать полностью внимание. Мне это прям сильно напрягает. И начинает раздражать. Все, готово. Давай сюда, лысый. Ты напоминаешь меня в прошлом. Чудесно. В каком прошлом, блин? В эру динозавров, когда своей лыси напугал всех утеродактилей, прийти к следующей площадке. Темный волшебник. Сцена третья. Не было там никаких темных волшебников. Ребята, вы что снимаете вообще? Что за херню? Я задолбаливаюсь своими костюмами. У меня самый идеальный костюм. Хотя я вот такой неплохой костюмчик. М? О, я ждала тебя. Думаю, мы все готовы. Эта сцена покажет до главного злодея в нашем фильме. Начнем снимать. Вперед. Введите меня. Провод находится в плохом состоянии, поэтому возьми себя в руки. А, это типа... Ясно, понятно. Снапе, снапе, тихо, не падай. Не падай, блядь, тупая. Что ты делаешь? Я вообще ни при чем. Оно само. Мне просто спускать по веревке. Да хорош, блядь, ну что такая лютая? Зависни. Зависни на месте. Просто вот не двигайся, не шевелись. Принцесса в укрытии. Сначала нужно эвакуировать людей с контрпиаре. Снято. Я была хороша, да? Как мило. В хорошем фильме должен быть сильный злодей, как этот. Меня признали как сильного злодея. Вы что, оба отзывели, блядь? Я не знаю, я, блядь, уже сколько людей спас. Сколько мир... У меня просто слов нет. Просто спасаешь этих ублюдков, спасаешь, а они тебя злодеем нарекают. Ну, не ублюдки. Я была хороша. Нет, ты была хуёва, просто вот аккуратно вообще играешь. Фу. Фу, такой будет, короче. Так вот, ничего нету. А то мало ли, за каким-нибудь... За какой-нибудь сценой пропустили какую-нибудь херню. Тут тоже ничего, тут тоже ничего. Ладно, поехали на следующую сцену. Питик с лишь площадки. Отчаянный побег, вперёд. Давай сразу костюм накинем. Кузнец, привет, кстати. Как тебе дела? Юджин. Вэл, кажется, немного беспокойно. Что-то не так. Пойдём к нему, побазарим. Узнаем, в чём причина негодования его. Как я и предполагал, как я и думал, как я и говорил. Все эти суки спрятаны, блин, везде. В этой сцене нужно стрелять в других из этой экипировки. Она очень сильная, так что не удивляйся. И она не загорится, как в прошлый раз. Вот, точно, ты можешь стрелять только несколькими раз. Так что они расходы просто так. Какого хрена у меня включение опять? Жестокий бой с нашим могущественным тёмным магом. Начнём снимать. Вперёд. Угу. Не понятно, в принципе ясен. Бля, вот это, вот, чисто повезло. Потому что вот это выбить будет проще по столу. Лови. Ага, я там плавал. Да, серьёзно. Спасибо. Снято. Что? Что улетел? А хуй знает, люди какие-то летают. Это было мощно. Где актёры? Ну вот первый, допустим. Где мы, кто мы? Не кто мы, а кто я. Хуй знает, кто там. Костюм вернуть? Как хочешь. Это было мощно, спасибо. Так, следующая площадка. О, стой, 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 тихо, там опять лысый. Лысый. Грани монетку. Наши дни я мог не гляда поймать комара в воздухе. Что ты говоришь? Десять получит пули, попади в цель три раза. Чувак, я только что попал в охуенную цель. Ты мне предлагаешь просто попасть в какие-то цели. Почему они так медленно двигаются? Мне это слегка раздражает. Вот раз. Угу. Погоди, не взрывайся, не взрывайся. Бля, куда ты улетела? Лови, сука. Они ужасно медленно двигаются, это прям шутка. Да хорош, я же попал. Это просто было идеальное попадание. Чего вы меня гоните? Ну и давай, последнее. Успею. Сука. Идеально. Отлично. Все, лысо, надеюсь я с тобой больше не встречусь. Твои испытания мне уже достали. Сцена 5. Сражение с меч... Сражение с мечом? Вы что курили, ребята? Это съемочная площадка для истории стражника. Это будет бомба. На фейсбрейке. И вот звезда нашего фильма Юджин готова к интервью. Что ты думаешь об этом внимании к твоей персоне? У нас еще так много работы, чтобы завершить фильм. Но думаю, публика оценит всю ту тяжелую работу, которую делает наша команда. Сражник играет особо большую роль. Люди, которые дали мотивы для фильма. И сейчас у нас новости на фейсбрейке. Мы получаем много сообщений о тебе и об одном конкретном стражнике. Можете термотический дуэт? Нет, и что, она не в моем вкусе. Она чересчур рыжая. Вот эта рыжая, она нормальная. Вот эта рыжая, просто идеальная рыжая. А это так себе. Она больше красная, чем рыжая. А, ну да, опять костюмы. Я забываю про них вечно. Продолжить. Хотя бы невыгодимый костюм рыцаря. И то приятно. Так, эти у нас все собраны? Ага, все вижу. Класс. Да пройди. Ты что не подобрал-то ее? Все, у нас все собрано и замечательно. Осталось только последнюю сцену отнять. Последнюю разве? Теоретически, да. Если на каждой сцене один куб, значит, это последняя должна быть. Финальные дни съемок всегда делают меня эмоциональными. Да, это последняя сцена. Я много сделал. Ничего нового. Я никогда не привыкну к этому чувству. Ребята, началось. Его снова проиграет слеза. Уже? Дай посмотреть. Мы здесь ради тебя. К чему беспокойство? Сейчас, сейчас. Сделайте ставки. Пять золотых на слезы. Спасибо за легкое золото, Вэл. Вы сволота. Заебись, чувак. Пять золотых выжил. Красава. Это бы не ты, Вэл. Я бы не стал актрисой. Давай досмотрим до конца. Да, давайте начнем все. В смысле, блядь, если бы не Вэл? Это я пришел. Это я, блядь, там устроил кипиш. Только из-за меня ты стал актрисой. Это мяч чемпиона, чтобы победить захватчиков. Будь хорошей девочкой, сдайся. Стражники никогда не сдаются. Смотри, прикол. Не хочешь сдаваться, я тебя просто уничтожу. Вот и все. Готово. Наконец-то. Это конец контрабельского королевства. Эй, новичок, пора возвращаться. Давай, дружище. Добрый, страж, незагибаемо. Будь сильный. Опять мне прилетело. Все, все, отличная работа. Хорошо, очень хорошо. Да замечательно, просто прекрасно, великолепно, охуенно. Режиссер Вэйл, стражник Юджин, темный мах я и друзья. А может, кто и враги. История стражника. Рейтинги неизвестны. Значит, прикольная отсылка типа. Зайдите, оцените нашу игру, соберите рейтинг. Вообще, рейтинг игры 4.7 на плеймаркете. Как по мне, довольно неплохо. Вообще, у игры очень много плюсов в сравнении с подобными играми. Премьера. В смысле премьера. Я должен это тоже проходить? Короче, давайте, знаете, как мы сделаем их. Я просто не знаю, что за премьера, что там будет. Но, пожалуй, мы ее просто оставим. Я не понял, почему собраны очки влияния. Нам за прошлый уровень должны дать 7 тысяч. Потому что было написано, что 7 косых надо 2 очков. Где они? То есть, вот, допустим, тут тоже написано 10 тысяч очков, да? Где это все? Либо я как-то не понимаю, как идет счет, либо хрен его знает. Что я говорю? В следующей серии мы уже посмотрим, что за премьера. Если там будет парочку минут, то мы будем допроходить кошмар, на котором остановились. Если же тут ничего не будет. Точнее, если, опять же, займет 10-15 минут, то нормально. На этом, собственно, всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok